Приветики! Выходили в ООО к моей тёте. Тётя это родная сестра моей мамы. Я еду к ней, потому что забыла у неё вайп. И хочу поменять вайп, чтобы не горчил. А потом мы поедем в ООО, здесь один из наших самых больших торговых центров, чтобы найти Олёшке подарок, так как у него завтра ДР. Доверзди! Погода у нас типа солнечная, типа ветреная. Типа очень стало холодно. И моросит лёгкий дождь. Но... Хорошему настроению, ничего не помеха. Настроение хорошее, потому что просидела сегодня 55 минут в привод банки опять. Короче, напилась кофе. Всё и к требу. Таня, где моя работа и тётя. Это когда-то был очень модный ресторан. Там, конечно, такое ещё типа постсоветское, но чуть-чуть с модерном. Мы часто там сидим, даже сами компанией приходим. Очень доступная кухня. Это не реклама, просто на самом деле так и есть. И там в основном празднуют такие уже более старшие люди. Там за 40 свои день рождения, потому что это доступно. Можно заказать живую музыку. В общем, я вам по делу там всё расскажу. И, ну что, давайте будем ехать. Теперь прикол от Юльки. Юлечка собралась ехать, но Юлечка забыла деньги дома. Слушай, я сегодня целый день всё забиваю. Забиваю, забываю. Какая-то, блядь, сегодня, короче, моя катастрофа. Сегодня целый день я забыла телефон дома, возвращалась перед тем, как в банк идти. А теперь я забыла деньги. Ну что, я пошла за деньгами. И приехали. Ехала тоже так стрёмно было, потому что, когда люди покупают дорогие машины, они автоматически стоят бессмертные, знаете, такую тему. Кому-то мешаешь, ты должна выключить машину и выйти вообще нахер. С машины, тупо. Тупо к чёртовой матери выйти и всё. Потому что ты мешаешь. История века двух человеков. Парковка, конечно, не мой конёк. Но иногда можно... А, мать его туда. Причём мне вот это, влупливаться. Я себе перееду на ту сторону. Сейчас бабу ещё жопой с собой заберу. Ха-ха-ха. И чехол на сидушке, потому что я не люблю ездить на кожаных сидушках. Они меня, короче, парят и мне не нравятся. Поэтому я себе застеляю постоянно. Мне так приятно. Я вам покажу. Вот буквально за ним находится один из самых больших таких заводов у нас в Миницком. Завод когда-то был очень модный, очень умный. Там были новинки все возможные. Но, как все прекрасно знают, умные люди стараются уехать с нашей страны за границу, как минимум, чтобы хорошо зарабатывать. Чего они такие завыжил? Ты выпила три кофе. Так что не обращайте внимания. От кофе покрасили зубы. Этот завод, насколько я вот уже в своём возрасте знаю, славится только тем, что он делает Denservizer короче, такая, типа, система для восстановления волос. Она светится специальными импульсами, воздействует на кожу головы, тем же самым, типа, лечит высыпание. Я очень хотела его себе купить. Корон называется, да, новатор корона, типа, для волос, для тела и всё такое. Но почитала отзывы, что мало, что он, конечно, лечит. Да, как я говорила, завод где-то там, а мы направляемся вот сюда прямо. Если вы достали дедушки и бабушки, вы хотите сделать им юбилей, не хотите много платить за кухню, то смело ищите ресторан ВЕГО и заходите. не реклама, просто человеческое такое, знаете, заходите как будто в ДК. У нас музыкальный центр, бар, в котором можно догнаться, как-то вот так выглядят именины. Можно заказывать сами себе украшения. Итак, хотела пойти в Зебру, там распродажа, типа, летней коллекции, посмотреть, что там, но не смогла запарковаться в центре. Всё забито. Поэтому я приехала в Оазис и возьму вас с собой. Пойдём посмотрим, что-то шоппинг. Буду идти с телефоном. За качество не ручаюсь, но попытаюсь. Стала на парковку для инвалидов. Не считаю это обидным. Во-первых, у нас нет столько инвалидов на машине, как парковок для них. И во-вторых, если женщина не умеет парковаться и нашла удобное место с таким значком, почему? Субтитры создавал DimaTorzok Я в центре так и не запарковалась. Поехала в этот Оазис, прошлась в Оазис и посмотрела всё там. Цены меня не устраивают. Не потому, что я злобиха, но за мужские кроссовки 3200 гривен отдавать – это too much. Так как Олег в Польше, в Германии покупает кроссовки за 800-900 гривен на наши деньги. Он мне оригинальные рыбаки подарил тоже за мало. То есть у нас очень-очень дорого. И из этого следует, что я ничего не взяла. Хотела сюда заехать в «Зебру», там типа стоковый магазин. Но нету где запарковаться, плюс ещё идёт дождь. Поэтому я буду что-то готовить вкусное. Вот и всё. Классные пробки. Я реально уже 40 минут тупо стою в пробках. Не знаю. Я замахалась ездить, серьёзно. Я сейчас поеду, куплю классного вискаря. Какой-то выберу клёвый тортик. Куплю свечечки, вкусняшек родных. И завтра сделаю с утра такой, типа, Злату отведу в садик и с утра сделаю романтичный завтрак. Потому что, ну, как-то так. Поездка была стрёмная. У меня было очень много, во-первых, всяких ситуаций. Бывает, когда я, типа, катаюсь, просто так заправляю машину, типа, налагоджую свой опыт, скажем так, да. Смотрю, типа, где какие знаки, где там, как, в каком определённом районе, куда, как можно лучше добраться. Хотя я сама с Хмельницкого, я родилась в этом городе, и я, как никто, знаю. Но очень много сейчас, чуть-чуть, короче, всё меняется со временем. Я приехала домой, потому что хочу сейчас закрыть окна. У меня окна открыты на балконе. И я переживаю сейчас таким ветром, что я могу остаться без окон. Мой сегодняшний лук. Короче, походу, выключили свет у нас. Вернее, у нас свет просто так не выключает. Где-то оторвало какие-то кабеля. А знаете, почему их оторвает? Потому что на них падают деревья. А почему на них падают деревья? Потому что их не стрихут. Надо купить свечки. Чувствую, сегодня будет романтик. А там за пагорбом сидае солнце. Люди питають, кто ци двоих, кто ци. Сидять у тиши до самої ночи. Они б сказали, то не хочет жить. За них все скажут очи. Вернее. 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 А все. Что-то их сегодня придут и я хоть сяду на страку. Через параметры отсюда я уже не могу. Все. Я магазин за продуктами. Домахожу. Сейчас покажу. О да? Это моя повсегневная притеха. Кстати, накупила продуктов. Теперь можно почувствовать кайф. а теперь можно почувствовать кайф когда ты находишься дома знаете когда когда ты снимаешь обувь снимаешь колготки одеваешь растянутую футболку старую да но чистую попрошу заметить делаешь себе на голове вот таки куйбышевое гнездо да именно куйбышевское гнездо еще одна моя новая цитата и ты понимаешь что ты дома кстати у меня есть как раз ровно 40 минут для того чтобы разложить продукты замариновать курицу и идти за златой в садик в принципе мой день пришел сегодня довольно продуктивно я простояла в общей сложности около 40 минут пробки и просидела час 05 в очереди в приватбанке так что если взять в учет что мы вышли без чего-то 11 из дома и в 4 30 сейчас я пришла домой то день был дуже продуктивный знаете тяжело быть домохозяйкой особенно если ты хочешь съездить где-нибудь в центр и найти что-то подешевле сколько раз я себе обещала не надо тебе никуда листы все тут вот купилася и развлекайся юлечка дома знаешь но надо выходить из своей зоны комфортно надо пробовать надо смотреть что в мире открывается хотя честно говоря не очень люблю свой город из-за того что реально нету каких-то таких нормальных магазинов очень жалко что нет у нас таких масс-маркетов типа биржки зара это было бы вообще обалденно у нас будет его скупляли наверное бы все потому что первых цены доступны в общем надеюсь вам мой влог понравился вы чуть-чуть релакснули желаю вам чтобы ваша жизнь как можно больше приносила вам полезности и максимально приятных впечатлений мы с вами встретимся на днях и будем смотреть новые новинки из корейской косметики сегодня забрала посылку так что встретимся всех люблю и целую добавляйтесь ко мне в инстаграм бай